ТОЛЬКО ЧТО ЗАВЕРШИЛАСЬ ТЕЛЕПРОГРАММА ИТОГИ ГОДА С Владимиром Путиным в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства. Президент в прямом эфире подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы журналистов и жителей России, которые прислали свыше двух миллионов вопросов. В нашей студии первый заместили председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов. Сергей Николаевич, здравствуйте. Ну вот один из первых вопросов. Он касался решения президента выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборов в 2024 году. Задачи, которые ставят сейчас перед главой государства, какие они и как они коррелируются с вашими задачами, задачами законодателей, парламентариев? Потому что очень сильно ситуация меняется не только в мире, но и в нашей стране. Мы вынуждены меняться, вынуждены менять свои взаимоотношения. Да, я имею в виду, в эшелонных власти тоже, прежде всего. Вот как это происходит? И какие действительно задачи стоят? Очень сложный вопрос. Да, я знаю. Это непросто на него ответить. Знаете, мы весь 20 век как страна страдали от порока воли у тех, кто управлял государством. В начале 20 века и на исходе 20 века мы теряли шаг за шагом страну, потому что у того, кто управлял процессом, не хватало воли сделать следующий шаг. Вот сейчас тот мир, меняющийся мир, в котором мы, как страна, находимся в условиях очень жесткой геополитической конкуренции, он требует очень четких, выверенных, сильных волевых решений. И в этом есть историческая миссия руководителя такого мощного государства цивилизации, страны цивилизации, как Россия. И решение Владимира Владимировича о выдвижении, о том, что необходимо в рамках этой исторической миссии, в условиях этих жесточайших вызовов, идти дальше, побеждать и доказывать свою суверенность, самобытность, самостоятельность, мне кажется, вполне обоснованно. То, что касается нас, законодателей, то в этих быстро меняющихся ситуациях, без нормативного обеспечения, такого выверенного, точного, которое сопровождает все принимаемые решения, не обойтись. И со всей очевидностью я не буду пророком, я могу просто предположить, это мое личное мнение, в мае, когда, даст Бог, все завершится, и когда будет явлен победитель, случится инаугурация, наверняка будут корректировки. Ну, тех целей, задач, которые стоят перед нами, они будут требовать очень быстрых нормативных решений. Я полагаю, что мы сейчас входим в особый период развития нашей страны, нашего государства, которое будет сопряжено с каким-то очень, таким, знаете, повышенным темпом работы всех ветвей власти, и в том числе власти представительной. Я думаю, где-то в этой точке мы находимся. Вы сейчас не случайно говорили по поводу мая, что когда все завершится, выборы в марте, а к маю будет сама система вся выстроена, инаугурация в том числе, да? Очень хороший вопрос. Инаугурация. Я отталкиваюсь от даты инаугурации, предполагаемой инаугурации, которая, ну, традиционно случается в мае. Да, вот я об этом. А то, что выборы 17 марта, ну, я думаю, об этом знает каждый житель нашей страны. Это не требует дополнительной расшифровки. Вы же задали вопрос такой более глубокий, философский. Да, вот я об этом. Понятно. Вопросы о специальной войне и операции на Украине, они доминировали. Это было ожидаемо. Но, тем не менее, президент сказал, что все цели и задачи остаются в силе. То есть демилитаризация и деноцификация на Украине будут, ну, доведены до тех, скажем так, уровней, которые требует наша страна. Был шанс, как сказал президент, договориться еще год назад в Стамбуле. Но в Киеве не услышали наши предложения или от них отказались. Мы не будем сейчас на этом останавливаться. Теперь переговоры вообще невозможны, получается. И почему, как вы считаете? Переговоры возможны на наших условиях. Президент вспоминал Громыко. Есть, знаете, у дипломатов такое понятие, такая категория, как переговорная школа Громыко. Да, это пять пунктов, когда если твой оппонент или собеседник не слышит и не понимает логики происходящего, то он оказывается в более худших условиях. Переговоры, президент сказал, возможно, на наших условиях, по достижению целей специальной военной операции. Я так полагаю, этот тезис, он не терпит двоякого трактования и толкования. Президент сказал, мы открыты. Но мяч на нашей половине поля, мы движемся к нашей победе. И дальше наши условия, они должны доминировать на этих возможных переговорах. Об этом сказал президент. Был вопрос о мобилизации. Будет она или нет? Президент, значит, сказал, что нет. Но, и что нет даже в этом необходимости, если быть более точным в его высказывании. В вашем регионе было много добровольцев, кстати. И продолжают ли люди приходить в эти пункты и записываться в добровольцы? И как вообще выстроена работа с людьми, которые решили служить Родине? Какая помощь им оказывается сейчас от регионов? Все ли выстроено? Это тоже очень хороший вопрос. Цифр не назову, потому что эти цифры носят закрытый характер. Я могу сказать, что именные батальоны, которые сформированы на территории Ленинградской области, они очень успешны и эффективны в зоне специальной военной операции. То, что касается мер поддержки и помощи ребятам, которые для себя принимают решение, подписать контракт, которые были мобилизованы, либо служили в частных военных компаниях, то есть целый комплекс мер и поддержки. Их более 60. Ну, достаточно вспомнить, что единовременная выплата тем ребятам, которые для себя принимают такое решение, 700 тысяч рублей. Ну, это значительные средства. Еще раз, 63 меры социальной поддержки в отношении ребят и членов их семей. Это огромный список, который находится на контроле у каждого главы муниципалитета, администрации районной, и который находится на контроле у коллег из регионального правительства и губернатора. То есть это огромная, стройная, очень мощная система. Президент сказал, что регионами и правительством вкладываются, и будут вкладываться, что самое главное, деньги в восстановлении субъектов, восстановленных, воссоединенных даже, если так правильно, субъектов. Ленинградская область одна из самых активных, насколько мы знаем, и вы неоднократно нам рассказывали о том, как именно Ленинградская область помогает сейчас Донбассу. Какие у вас планы в этой кооперации с субъектом на 2024 год? Что планируете делать? Тоже очень интересный вопрос. На 2024 год у нас вот сейчас, на момент сейчас, в работе где-то более 60 объектов. Это касается не только дорог, замена полотна асфальтового, это касается вопросов обеспечения трамвайным транспортом, ремонта дома культуры, школ. Их там шесть восстановили. В целом, это не тайна, это деньги из открытого бюджета Ленинградской области. На 2024 год запланировано выделение 750 миллионов рублей на проекты, связанные с восстановлением на территории Янакиво и района. Для нас Янакиво и район, так говорит губернатор субъекта, это 19-й район. То есть это наши родные и близкие люди. Мы этот опыт имеем, начиная с 2014 года, когда мы курировали Симферопольский район. И наше представительство, оно работает до сего дня. Вот все вопросы, которые возникают на территории района, буквально, я не знаю, там, от обеспечения интерактивными досками в школах, до реновации систем канализования и водообеспечения. Вот мы всем этим занимаемся. Это широчайший спектр. Вот я, насколько знаю, постоянно с территории региона находятся в Янакивском районе порядка 100 специалистов, которые работают, и порядка 20 ребят, которые занимаются вопросами снабжения, вопросами проектирования. Вот эта команда, она постоянно находится на территории, и она постоянно работает, несмотря на то, что это, опять же, общеизвестный факт, не тайна, было огневое поражение ракетами «Хаймарс», например, «Техникума». Вот «Техникум», и причем здесь вот все происходящее на линии боевого соприкосновения, нет, эти не совсем вот понятные для меня люди, они взяли, разрушили этот «Техникум», и он сейчас восстанавливается. И многие-многие другие сюжеты. Регион очень активно будет заниматься вопросами восстановления в 2024 году. Я не случайно задаю вам эти вопросы именно со ссылкой на ваш регион, чтобы зрители услышали и поняли, что президент, он отвечает сейчас на многочисленные вопросы, не вдаваясь в некоторые подробности. Мы же, как палата регионов, можем сейчас подробно рассказать и подтвердить те слова президента, о которых, что он говорит, как восстанавливается Донбасс и новые регионы, что делают регионы непосредственно Российской Федерации, как они помогают, и что действительно вся эта работа будет продолжена, умножена многократно. Вот был еще вопрос по поводу участия и неучастия наших, кстати, спортсменов в Олимпийских играх. Тоже очень интересный вопрос. Мы с вами не раз обсуждали спортивную тему. Как вы считаете, мы должны действительно, как сказал президент, изучить эти условия? Или, ну, не то что даже изучить, а понять вообще психологию руководства МОК? Зачем они это делают и не допускают нас и белорусов, наших спортсменов, к участию в играх? Или, может быть, махнуть на все это рукой действительно и заняться своими играми, играми дружбы, да, скооперироваться с азиатскими спортивными комитетами, ну, что-то другое делать? Или перестраивать вообще МОК? Выступить в качестве реформаторов этого движения? Вот как вы видите эту ситуацию? Я полагаю, что историческая миссия России и Белоруссии, еще ряд стран, которые разделяют нашу точку зрения, в том, чтобы не дать уничтожить олимпийское движение и извратить идеи олимпизма, которые Кубертен в свое время сформулировал. То, что происходит сейчас под эгидой МОК, когда очень конкурентно способные федерации, спортсмены, по сути, исключаются, выталкиваются из зоны спортивных соревнований, а под эгидой политики происходит вот такое перестроение общих принципов, да, заставляет нас думать над тем, как развивать свой контур, где наши спортсмены смогут соревноваться, где могут подтверждать, да, свои высокие достижения в спорте. С одной стороны, мне кажется, а с другой стороны, еще раз, у нас есть полное моральное право перед мировой общественностью, спортивной общественностью, ставить большой вопрос, а что дальше? Если принципы олимпизма уничтожаются на наших глазах в угоду политическим решениям, то, наверное, должна быть такая страна, она есть, это мы, которая возьмет на себя миссию спасения олимпийского движения. Одно не исключает другого. Нам ничто не мешает развивать наше спортивное отношение с другими странами, с другими регионами, конструировать свой контур спортивных соревнований, игры доброй воли, игры справедливости, как угодно их можно называть, а с другой стороны, задумываться над происходящим, международном олимпийском движении и выступать с идеями сохранения традиций и ценностей. Ведь мы за сохранение традиций и ценностей. Мы цивилизация, которая взяла на себя историческую миссию, об этом сказал президент. Сохранить нормальность в этом мире, традицию в этом мире, завет в этом мире, об этом говорил президент сегодня. При этом нужно еще добиваться, чтобы на нашей стороне нас услышали. То есть нашу точку зрения услышали, в том же МОК, судя по тому, что происходит, и при голосовании, пока нас не слышат. Может быть, мы не можем донести, нам не дают донести нашу точку зрения? Вы знаете, вчера у нас выступал в ходе пленарного свидания министр иностранных дел. И он говорил такие фундаментальные вещи, которые характеризуют уровень международных дипломатических отношений. Он говорил о том, что очень странные люди находятся у руля этих самых отношений. Люди, которые зачастую не понимают того, о чем они говорят. То есть вот эта политизированная точка зрения, эта рамка, которая сверху насаждается одним из центров управления миром, она, к сожалению, дает вот такой потрясающий негативный результат. Поэтому нас будут слышать, и вы все делаете для того, чтобы эти вопросы были в информационной повестке, для того, чтобы голос правды, он доносился. И, конечно, в части информирования о нашей позиции надо предпринимать нетривиальные усилия. Потому что нам противостоит очень четко структурированная, жесткая и высокотехнологичная сила, которая делает все для того, чтобы наш голос под спудом этой ложной информации не был услышан. Еще один вопрос успею вам задать. Очень напряженный и у нас тоже сегодня. На пресс-конференции был поднят вопрос невозможности участия ЧВК, получить льготы и удостоверения ветеранов. Владимир Путин сказал, что необходимо изменение в законодательство для этого, потому что в правом поле понятия ЧВК нет. Мы об этом знаем и не раз об этом говорили. Парламентарии уже изучают вопрос. В кулуарах, по крайней мере, обсуждается каким-то образом принятие решения ЧВК, будет признано, не признано. И те люди, которые воевали на стороне ЧВК, будут ли они действительно законно прописаны, их права? Ну, скажу честно, в кулуарах в ходе закрытых обсуждений в рамках специальных круглых столов мы этот вопрос с коллегами обсуждали. О том, что есть некий пробел. Да, но инициатором решения этой задачи, как я полагаю, должно выступить Министерство обороны. Ну, потому что это сфера ведения Министерства обороны. То, что касается справедливости, то президент об этом неоднократно говорил. О том, что какая разница, каким образом человек попал туда, на фронт. Все должны быть равны права. Конечно, об этом. Вот эта справедливость, она восторжествует. А то, что касается вопросов специального регулирования, то есть специальный орган, который должен этот вопрос, именно с точки зрения правоотношений, написание этого закона, должен урегулировать. Но это, видимо, вопрос будущего. Спасибо вам большое за время, которое вы уделили нам. Самые интересные темы, поднятые на прямой линии с президентом, мы обсуждали с сенатором Сергеем Перминовым.